Мы только что провели круглый стол, правда, это напоминало такой разговор таких, скажем, не совсем нормальных людей, потому что мы говорили сами с собой. Знаете, когда к нам не пришли представители вашей администрации, не один, не посчитали это нужным, не пришли представители избирательной комиссии, то мы, в общем, разговаривали сами с собой, это было очень приятное общение, на самом деле, все были единомышленниками, вот. Но вот как-то все прошло, в принципе, мы приняли резолюцию, надеюсь, что все-таки мы достучимся до власти местной. Прогулка по городу началась тоже не совсем удачно, на нас напали переодетые нашистами бомжи или кто-то еще. Сказали, что мы не должны находиться в этом городе, поскольку мы из Москвы приехали, а потом нас облили зелеными чернилами, испортили мне красот. У вас, посмотрите, кушать! Какой позор! Я никого не пусть бегу! Так что я пока к вашему городу не очень хорошо отношусь, хотя, конечно, город прекрасный, на самом деле, приятных людей гораздо больше здесь. А скажите, вы говорите, резолюцию приняли, что включала к себе эта резолюция? Вы знаете, она, может быть, там будет достаточно длинной по тексту, но по смыслу она очень короткая. Речь идет о том, что граждане города имеют право участвовать в жизни города, в общем-то, вот и все. И как быть избранными и выбирать, честно. А с представителями лиги избирательств, насколько регионально вы встретились? Ну, отдельно нет. Я думаю, что они были на клубом столе. По-моему, не всех представили, там было какое-то количество людей. Ну, вот ваше мнение, возможно ли гражданские инициативы именно в избирательном праве в России, возможно ли достучаться вот такими прогулками, окупая баев? Вот, собственно, мы этим все и занимаемся, все пытаются в какой-то степени именно достучаться и повлиять. Хотя, в общем-то, это наше право. Я не понимаю, почему мы должны именно это доказывать. Ну, в прогулках я вообще не вижу ничего такого страшного, тем более в прогулках в таком прекрасном городе. А в каких городах еще будут прогулаться? Во многих. В ближайшее время, вот буквально по начале июня, есть планы поехать в Омск, потом в Красноярск. Вообще, в общем, по всем городам есть, в каждом городе, на самом деле, сейчас очень много активных людей, которых нужно поддерживать всячески. Я лично тоже готова это делать. Я вас уже... Я Волков, Дмитрий Васильевич, ученое дело полиции номер... ...четчина. ...на меня кто-то, пожалуйста, что я не спрошу, незаконная... ...статью пусть покажут. Ну, по какому... Томительное воле предъявления оправки. Здравствуйте. А что происходит? Да-да, тут все надо. А почему... Здравствуйте. Можно... ...на сфитрами... 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 ...пожалуйста, меня сейчас... Здравствуйте. Меня сейчас, правда, облили краской за что-то в вашем городе ужасное... ...написать заявление? Пожалуйста, пройдите. Я знаю, я видел даже, кто это делал. Я могу взять заявление. Если кто хотите написать заявление, пожалуйста, участковую полиции... А у вас вот к этим людям какие присутствуют? ...вот... ...давайте, задержите вот этот паскар! Отойдитесь, пожалуйста! Отойдите же, ребята! Вот, здраво, 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 здраво... Красиво, красиво, да! Красиво, красиво, да! Молодой человек... ...рассовки, все вы собрали все! Вы против москвичей? За москвичей! Пройдите, пожалуйста! Пройдите, замерите! Они матерились! Все матерились, вы слышали! Мы вам больше ни одному предприятию не отправляем. Спасибо, всего хорошего. Пошли дальше. Почему вы? Почему вы? Вот промежуточной памяти к освобождению. Революционный эфир. Благодаря табличке можно вспомнить, в каком году или когда это было. А когда-то здесь был музей. Музей народов Северного Кавказа. Правильно, освобили город. Зачем такие-то славные коллективы? Пожалуйста, что, почему вы облили? Что вы, что вы, что вы? Ну, постойте, постойте. Несколько слов, пожалуйста. Почему нам облили? Попадет в никому. Здравствуйте. Спасибо. Всего вам? Не могу. Не могу. Не могу. Не могу. Спасибо.